Здравствуйте, Александр Валерьевич. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и согласились на интервью. Вы в Калифорнии уже больше недели. Нам всем известна ваша проармянская деятельность и друзские отношения с армянами. Я знаю, что на днях у вас была встреча с представителями армянской общины. Пожалуйста, расскажите, как прошла встреча и какова ваша миссия сейчас в Калифорнии. Давайте начну с самого начала. Я уже три месяца практически нахожусь в большой поездке, которая связана и с правами человека, и с ситуацией вокруг Армении, Арцаха, Нагорного Карабаха, и конкретно с моей ситуацией, имею в виду, вот в азербайджанская тюрьма, там все, что с ней связано. У меня были встречи и в Канаде, и в разных городах Америки. Я до этого был в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Далласе, в Майами, в разных городах был. Потом был в Мексике, и сейчас из Мексики приехал в Калифорнию. И здесь больше всего встреч у меня, естественно, было в ЛА. Ну, наверное, в силу того, что здесь самая крупная армянская диаспора, но, наверное, за пределами самой Армении. Очень много встреч и с политиками, и с журналистами, и интервью, и различных мероприятий. Вот одно из них, вот как вы упомянули, это встреча с диаспорой. И вот конкретно встреч с диаспорой, вот здесь, в ЛАИ, у меня была только одна. Было много разных встреч с разными отдельными людьми, но конкретно с диаспорой вот была встреча одна, и я считаю, была очень важной. Там были и очень важные вопросы поднятые, мы обсуждали очень много вопросов. И военнопленных армянских, которые продолжают удерживаться в азербайджанском плену незаконно. И блокады Арцаха, и действия российских миротворцев, и плюсы и минусы, что там Россия делает, и в контексте украинской войны, и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, неармянский взгляд на диаспору, какова, по-вашему, оценка диаспоры на все эти события? Блокада Арцаха, миротворцы в Арцахе, и все такое. Какова оценка диаспоры, по-вашему? Вот вы знаете, после этой войны, второй Арцахской войны 20-го года, вот как мне кажется, со стороны, диаспора очень сильно разочаровалась в правительстве Армении, в том, как Армения ведет политику внутреннюю и внешнюю, плюс вот эта вот страшная война, которая была проиграна, и больше пяти тысяч человек погибло, и большая часть Арцаха была оккупирована, и зашли туда российские войска, и неизвестно, что будет. То есть армяне диаспоры, как мне кажется, они, во-первых, разочарованы, во-вторых, сами же власти Армении, как мне кажется, их отталкивают от участия в судьбе Армении, от принятия решений. То есть складывается ситуация, что давайте сюда ваши деньги, но не лезьте в наши дела. Но такая ситуация невозможна, потому что, ну скажем, если сравнить с еврейской диаспорой и с Израилем, очень похоже, две маленькие страны, окруженные врагами, то еврейская диаспора, которая очень влиятельная в Америке, как известно, очень сильные ломбистские инструменты у них, но она напрямую связана с Израилем. И они работают всегда вместе. То есть они могут иметь какие-то мелкие недопонимания, но глобально, все, что касается интересов Израиля, власти Израиля и диаспоры идут всегда вместе. Вот у армян такого, к сожалению, нет. А почему армянское правительство отталкивает диаспору? Ну, у меня такое ощущение, что в силу своего географического расположения Армения больше завязана под Россию и под бывший СССР. И ментально, и политически, и из-за того, что там находятся российские войска. В какой-то момент они были суперактуальны, сейчас уже вообще непонятно, в связи с тем, что многие разочарены действием России в Арцахе. То есть фактически Россия допустила эту блокаду. Я не хочу сказать, что Россия ее инициировала, наверное, это было бы не совсем правильно. То, что они могли предотвратить, и это не сделали по каким-то политическим причинам, это понятно всем. А диаспора, с другой стороны, находится в основном, ну, исключая Россию, в основном Франция и Америка. Это те страны, которые находятся в оппозиции России. И складывается ситуация, что Запад рассматривает Армению как прокси Российской Федерации. Ну, сейчас, может быть, в чуть меньшей степени, но в основном как прокси. А армяне диаспоры вынуждены как-то балансировать между политикой, например, Америки и тем, что происходит в Российской Федерации, а тут еще и война на Украине, которая просто все карты спутала. Вы пережили репрессии в Баку. И, слава богу, не сломались, несмотря на многочисленные требования не заниматься больше армянскими вопросами. В ваш адрес звучали, и до последнего времени звучали вот оскорбления, угрозы со стороны азербайджанских властей. Расскажите, пожалуйста, немножко, какова ваша ситуация сейчас, какой вы ситуации сейчас по этому поводу. И еще, насколько я знаю, есть также решение Европейского суда по правам человека в вашу пользу, и мне интересно, вот власти Азербайджана как бы это решение удовлетворили или нет? Давайте вот с самого начала. Очень кратко. Я был в одиннадцатом году в Арцахе, как обычный турист, провел там меньше трех дней на прокатной машине, посмотрел основные туристические места и уехал. Потом я публиковал несколько статей, видео, фотографий, где, ну, описал все как есть. Описал про распад Союза, про Карабахскую войну, про погромы в Баку и Сумгаити. Ну, очевидные факты, ничего такого. Все, что можно прочитать в Википедии, в общем-то. Про Арцахскую войну, про то, как смогли отстоять эти территории. Армяне получили там, ну, скажем так, свой дом. Я назвал Азербайджан диктатурой, собственно, чем она и является. Что там репрессии не только против армян, но и против собственных азербайджанцев, которые выступают против этого режима Алиева. Я это публиковал и, в общем-то, дальше продолжил свою обычную жизнь. То есть я был в 152 странах, это моя работа, блогер-путешественник. Я оттуда улетел в Африку и, в общем-то, все это осталось где-то позади. Пока через 5 лет меня не арестовали в Беларуси по запросу Азербайджана из-за той поездки. Я не знаю, что ей больше разозлило. Сам факт поездки или то, что я назвал Алиева диктатором. Но так или иначе это случилось. Я просил. Извиняюсь, но, насколько я знаю, в суде азербайджанская страна говорила, что вас судят не из-за того, чтобы вы были в Карабахе, а из-за того, что вы потом поехали в Азербайджан, используя свой украинский паспорт, где ваше имя там по-другому написано. Они говорят, что вы просто как обманули их властей. Ну, во-первых, какого уровня их власти, если их так легко обмануть? Что просто цвет паспорта поменялся, они уже не знают, что это другой человек. Но с этим связана другая интересная история. В 2016 году со мной связалась итальянская компания Pirelli, которая автомобильные шины делает Pirelli. И они были генеральные спонсоры автогонок Формула 1 Баку. Они связывались с тысячами, наверное, журналистов для журналистского пула. Они мне предложили поехать в Баку и поучаствовать в съемках репортажей про автогонки. Там ехали многие знакомые журналисты из России, из Израиля, из Европы, из Америки. Я не один был. Я им написал. А вы знаете, что я в черном списке Азербайджанов? Я переписывался с итальянцами из Pirelli. Они вообще не знали, что это такое. Я говорю, вот вы свяжитесь с азербайджанскими коллегами. Если они дают добро, я поеду. Честно говоря, я не мог даже допустить, что в Азербайджане настолько бездарные, мстительные вот эти мелкие людишки, вот этих руководителей, что будут просто гоняться за каким-то блогером по всему миру. И когда мне итальянцы написали, что мы азербайджанцам отправили ваши данные про черный список, и они как-то никак не отреагировали. Ну хорошо, тогда я поеду. Значит, Азербайджан мне оплатил билеты в Баку, проживание в гостинице. Я совершенно спокойно туда приехал. Почему я был по украинскому паспорту? Не для того, чтобы их обмануть. Там совершенно за этим была банальная история. После Азербайджана я ехал в Иран. А иранская виза была вклеена в украинский паспорт. И я просто подумал, ну вот менять паспорта на границе, это неправильно, да, это будут проблемы. Поэтому с каким я ехал в Иран, с таким я въехал и в Азербайджан, чтобы были все печати, в ЕСТВИС. Вот и все, ничего за этим не стояло. Я какой Александр Лапшин был в другом паспорте, так же и здесь. Просто там Александр, а тут Олександр. Вот и все. А вот, собственно, вся история. А азербайджанские власти удовлетворили решение суда европейцев? Абсолютно нет. Они меня продержали в тюрьме, было покушение на убийство, они меня забили там до полусмерти, сломали руку, пальцы, челюсть, зубы. В общем, со всеми травмами меня депортировали в Израиль, я там еще долечивался две недели. После этого подал в суд на Азербайджан, и в Европейский суд, и жалобу в Организации Объединенных Наций. И первые, и вторые, и суд, и ООН вынесли параллельное решение, признавшее Азербайджан виновным в незаконном аресте, потому что посещение Арцаха с точки зрения ООН не является уголовным преступлением. Второе, пытки и попытка убийства, приведшая к травмам. И обязали их платить компенсации и ООН, и Европейский суд. Они отказались платить, то есть прошло два года уже, они не выплатили ни одного цента. И мало того, министр внутренних дел Азербайджана, Айвазов, его фамилия, он заявил в интервью, что Европейский суд и Организация Объединенных Наций предвзяты, потому что они движимы исламофобией. Но что самое интересное во всей этой истории, ну при чем тут исламофобия, в мире 30 с лишним, чуть ли не 40 мусульманских стран, причем представители которых сами же проголосовали в мою поддержку в ООН. При чем тут вообще ислам? То есть это было очень смешно, но если честно, их наверное в этой ситуации разозлило больше даже не это, а то, что я открыл счет в Арцахбанке армянском, чтобы дать пощечину Алиеву. То есть заплатить в Арцахбанк из Азербайджана, Министерство юстиции Азербайджана в Арцахбанк, это плевок в лицо Алиеву. И я подумал так, что зная азербайджанский менталитет, что они все делают назло, я знал, что они точно не заплатят. А если точно не заплатят, пусть пощечины. И как у вас ситуация сейчас? Угрозы или какие-то требования со стороны Азербайджана в ваш адрес есть? Ничего официально нет. Попытки убийства предпринимались два раза. То есть они понимают, что снова меня арестовать, вот как это было, уже не получится. Когда есть решение ООН и Европейского суда, что майорез был незаконным, ну какая страна еще меня будет арестовывать после этого? Ну в Белоруссию я больше не поеду, в Турцию и все прочее тоже не езжу. А в нормальных странах, ну скажем, здесь, после того, что было, никто, естественно, арестовывать не будет по запросу Азербайджана. То есть единственное, что у них осталось, меня просто убить. Они один раз пытались это сделать в Латвии, слава богу, меня предупредила атвийская полиция, и второй раз они пытались сделать это прямо в Ереване в декабре 2020 года. И тоже меня предупредили, что есть риск, что среди туристов, прилетевших на отдых в Армению, есть агентура азербайджанская, мне лучше временно покинуть Армению. Мы выехали на два месяца, потом вопрос как-то решился, я не знаю как. Но служба над безопасностью Армении меня проинформировала, что можно вернуться сейчас в безопасность. Я думаю, будут и другие попытки, поэтому спокойной жизни у меня нет. После 2018 года, когда Никол Почнян пришел к власти, вы с ним встречались, насколько мы знаем. Встречаетесь ли вы с ним сейчас? Если да, то о чем вы говорите? И замечаете ли вы какие-либо изменения в его мышлении сейчас, нынче? Нет, я с ним никогда больше не встречался. Встреча была одна. Насколько я помню, это был ноябрь 2019 года. Это известная встреча. Да, это известная встреча. Это было в Геварии на экономическом форуме. Меня туда привез журналист Найрёх Икян. Там был еще человек 10 различных. Это Виньян, вице-премьер, кажется. И какие-то другие политики, я просто всех не помню. Где, собственно, Никол мне спрашивал, как у тебя дела, что у тебя с судами. Еще тогда суд не вынес решение. То есть я был в процессе. Я ему все это рассказал. Мы даже посмеялись. Он говорит, как было в азербайджанской тюрьме, извиняюсь. А я спросил, как было в Нубарашинской тюрьме, где он просидел полтора года. Но шутки шутками. Потом он мне сказал так, что и он, был еще Владимир Карапетян, пресс-секретарь, сегодня он посол в Киеве. Они оба, собственно, сказали, что Армения в тяжелом положении, в блокаде, в экономическом кризисе, все это известные вещи. И что, естественно, на Армению давят внешние силы. Я так понимаю, речь шла Российская Федерация, Европе, США. И как-то вот этот конфликт вокруг Карабаха должен быть как-то улажен. И при всем, при том, что Армения, армянский народ считает это своей территорией, все равно будут какие-то территориальные уступки взаимные в чем-то. И я тогда Николу сказал, что вы премьер-министр, я простой человек. Но вот на мой взгляд, может я ошибаюсь, как человек, который прошел через азербайджанскую тюрьму, которого хотели убить, который слышал все эти разговоры про армян, пришедших из Индии, про Иривайн, древний азербайджанский город. То есть я ему сказал, что я не думаю, что вернув им, отдав им Карабах, будет мир и спокойствие. Я думаю, что сначала они под видом мирного договора заберут у вас вот эти 7 районов, потом они перекроют Лачинский коридор, а потом они придут в Ереван. Если не на танках, то просто купят весь парламент Армении, как они сделали в Батууми, в Грузии. Но я сказал, что я могу ошибаться, это как просто мнение со стороны. Но, в общем, как я понял, как я вспоминаю, мне сказали, что, ну, конечно, все эти моменты учитываются, что работают в команде профессионалы, там, и так далее, и что никто не бросит Арцахцев, и так далее, и тому подобное. Потом, когда через год случилась вот эта вот война, для меня это был шок. То есть я предполагал, что Арцах будут, ну, хотя бы частично сдавать. То есть я предполагал, что в ближайший год-два что-то такое будет. Но я не мог представить, что это будет через войну. Я думал, это будет какой-то мирный договор, невыгодный для Армении. И до сих пор это воспринимаю просто как личную драму, потому что там погибли в том числе и мои друзья на этой войне. А 120 тысяч Арцахцев оказались в блокаде. И это было предсказуемо с самого начала. Когда было ясно, вот этот коридор узенький, как вот горлышко у бутылки, который они могут перекрыть в любой момент, был вопрос времени, когда они это сделают. Это было понятно. И они это сделали. Почему Россия никак не действует в этом направлении? Ну, наверное, Россия слишком завязывала на Украине с этим конфликтом. Видимо, они ожидали за три дня взять Киев. Но уже полтора года идут эти три дня. И им просто не до Арцаха. И плюс Азербайджан помогает России обходить антироссийские санкции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И сейчас они связаны Баку и Москва намного больше, чем Москва и Ереван. Поэтому никаких хороших перспектив или Арцаха, к сожалению, не вижу. Как вы думаете, что можно или нужно сейчас сделать и диаспоре армянской, и вообще армянам, живущим в Армении, и правительству Армении, всем армянам мира? Ну, смотрите, я вижу параллельно два варианта развития ситуации. Первый. Я надеюсь, что Российская Федерация пришла туда, ну пусть не с целью спасать армян, но они пришли с целью закрепиться на Южном Кавказе под видом миротворцев. Но благодаря тому, что они там, возможно, не случится геноцид армян Арцаха. Проблема же заключается в том, что из-за войны на Украине, в России сейчас возникли более серьезные эксистенциональные проблемы, им гораздо важнее то, что происходит на Украине, чем то, что происходит в Арцахе. И в принципе, если через какое-то время пойдет торг об Украине, то есть сохранятся за Россией новые территории, Донбасс, вот это Запорожье, либо не сохранятся, Россия предпочтет пожертвовать армянами, но сохранить вот эти украинские территории, которые для них намного важнее в стратегическом плане. И есть риск, что армян просто предадут, и туда просто зайдут азербайджанские войска. И это все может случиться. Идеальный вариант, на мой взгляд, был бы, если бы в Арцах вместо или параллельно с российскими миротворцами зашли бы европейские, американские какие-то наблюдатели, но я боюсь, что Россия их туда не пустит. Потому что цель Европы и Америки сейчас выдавит Россию с Кавказа вообще. Ну, собственно, как и с Украины. И в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому, честно говоря, перспективы не очень хорошие, но давайте надеяться на лучшее. И последний вопрос. Я знаю, что ваша семья сейчас проживает в Армении, и ваша дочка учится в ереванской школе. Как вам живется в Армении, и собираетесь ли вы в будущем переехать в Израиль или в США? Ну, смотрите, действительно, моя семья большую часть года проводит там. Ну, что значит большую? Я бы сказал, 7 месяцев, наверное, из 12. А в остальное время они постоянно со мной в разъездах. Что касается меня, я в Армении провожу 2-3 месяца в год. Все в то время постоянно куда-то езжу. Но при этом как-то вот вольно или невольно, как в Ереван, стал моим домом. Я никогда не мог представить, что это произойдет, но вот оно так случилось. Там есть различные гуманитарные проекты, в которых я участвую. Там у меня много друзей. И там, это как мой второй дом, мне там комфортно, мне там хорошо. Но, к сожалению, вот нестабильность политическая, нестабильность военная, которая там происходит, она очень сильно напрягает. Она очень сильно пугает, например, мою супругу. Которая, ну, естественно, как любая женщина, она переживает, что будет завтра, что будет с ее детьми, что будет с ее семьей. И, естественно, что мы думаем о том, что если ситуация будет ухудшаться, мы просто оттуда уедем. Но, с другой стороны, бросить вот так вот все и уехать, мне кажется, это было бы логичным решением в плане личных интересов. То есть, это было бы логичней, но это было бы неправильно, потому что это называется предать друзей, которые мне верили. А что произойдет в итоге, я не знаю. Спасибо огромное за уделенное время. Я искренне желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Я искренне желаю вас в Лос-Анджелесе, Мюнер Александр Лапшина. Спасибо.